Капитан Шепард, мы получили информацию, которая может быть важна для вашей миссии. Я приму любую помощь. Мы получили срочное сообщение от наших агентов внедрения в Траверсе. Продолжайте, я вас слушаю. В настоящее время в пограничных регионах пространства Цитадели рассеяно несколько групп внедрения. Это занимается сбором данных о Сарине. Что им удалось выяснить? К сожалению, полученное нами сообщение сильно пострадало из-за шумов. Вероятно, наши агенты попали в ситуацию, в которой им сложно пользоваться межзвездными средствами связи. Но сообщение пришло по каналу, зарезервированному для критических случаев. Что бы они ни пытались нам передать, это явно нечто важное. Учитывая ваш интерес к Сарину, мы решили, что вы захотите изучить вопрос. Узнайте, что стало с нашими агентами. Сигнал поступил с планеты Вермайер. Спасибо за помощь, советник. Совет предпочитает не вникать в дела спектров. Мы лишь хотим, чтобы у вас была вся информация. И о Вермайере тоже. Желаю удачи, капитан Шепард. Если мы что-то узнаем, то уведомим вас. Капитан, получен сигнал. Наверное, это наши соварианцы. Следите за защитными башнями. Выбрасывайте мака, влезем в самое пекло. Я проведу вас ниже зоны радара. У нас все чисто, капитан. Держитесь подальше и не лезьте на рожон, пока я не отрублю зенитки. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Вы здесь главный? Какова ситуация? Я капитан Керрахе. Третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитное орудие. Великолепно. И что теперь? Мы ждем, пока совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил совету, чтобы направили сюда флот. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили за тем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарана. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплен. Какие исследования проводит Саран? Он пытается вырастить армию Кроганов. Как так может быть? Очевидно, Саран нашел лекарство от генофага. Мало нам гетов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы. Злых Кроганов нам и так уже достаточно. Все будет хорошо. Я с ним поговорю. Было бы неплохо, капитан. Моим людям нужно проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Давайте, капитан. Я скоро вернусь. Это не займет много времени, капитан. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Рентоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Бросьте. С ним все будет хорошо. Это неправильно, Шепард. Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Я понимаю. Вы расстроены. Но мы оба знаем, что враг это Сарен. Злиться нужно на него. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. Это не лекарство, а оружие. И если позволить Сарену использовать его, вас не ждет ничего хорошего. И никого из нас. Мы должны быть готовы рискнуть. Речь идет о судьбе всего моего народа. Если у вас нет другой причины, кроме этой, чтобы погубить надежду моего народа, вы мне больше не нужны. Я не дам поставить под угрозу нашу миссию. Значит, все. Столько времени, и это все, что я получаю. Вы не понимаете, что это значит для Кроганов? Эту базу нельзя разрушать. Я этого не допущу. Эти Кроганы — рабы Сарена. Марионетки, инструменты, которые он использует и выбросит. Вы этого хотите для своего народа? Нет, мы уже были марионетками Совета. Они отблагодарили нас за уничтожение Рахни и сделали бесплодными. Вряд ли Сарен так расщелится. Хорошо, Шепард. Вы меня убедили. Мне это не нравится. Но я верю вам и пойду за вами. Только одно. Когда мы найдем Сарена, я хочу его голову. Спасибо, что поговорили с Кроганом. Нам и без того придется трудно, когда мы атакуем базу Сарена. Я полагаю, это значит, что вы составили план. В своем роде. Мы можем превратить двигатель своего корабля в 12-килотонный заряд. Грубо, но эффективно. Мило. Сбросить эту штуку с орбиты, и Сарен распрощается со своей турианской задницей. К сожалению, для этого комплекс слишком хорошо защищен. Взрывное устройство нужно заложить в конкретном месте. Куда его нужно заложить? И как нам туда попасть? Бомбу нужно перенести на дальнюю сторону комплекса. Ваш корабль сможет ее сбросить. Но сначала нужно проникнуть в комплекс, отключить зенитную артиллерию и подавить наземные силы. Вы хотите, чтобы мы пошли туда пешком? У нас не хватит людей. Звучит довольно рискованно. Есть другой способ. Нет, но думаю, у нас все получится. Я собираюсь разделить своих людей на три отряда и ударить по фронту комплекса. Когда мы отвлечем внимание противника, вы со своим отрядом проскользнете сзади. Идея хорошая, но ваших людей ждет сущая бойня. Мы крепче, чем кажемся, капитан. Но вы правы. Вряд ли многие из нас выйдут отсюда живыми. И от этого ваша задача становится еще более сложной. Нужно, чтобы со мной пошел один из ваших людей. Он поможет координировать наши действия. Нужен кто-то, кто знает коммуникационные протоколы Альянса. Я вызываюсь добровольцем, капитан. Не так быстро, лейтенант. Вы будете нужны капитану, чтобы снарядить бомбу. К саларианцам пойду я. При всем моем уважении, сержант, это решать не вам. Почему, когда кто-то говорит «при всем моем уважении», он имеет в виду, пошел к черту? Уильямс, вы пойдете с саларианцами. И без подвигов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии и дам вашей команде инструкции о том, как ее подорвать. У вас есть еще какие-то вопросы, капитан? Мы готовы выступать по приказу. Превосходно. Тогда, если позволите, мне нужно подготовить своих людей. Ну вот. Не делайте глупостей, пока меня не будет, лейтенант. И вы тоже капитан. Все будет хорошо. Увидите. Да я просто... Удачи. Ситуация опасная. Будьте начеку и готовыми ко всему. Есть, капитан. Все вы знаете суть миссии и то, что от нее зависит. Я привык доверять каждому из вас, но я слышу робот недовольства. Я разделяю ваши опасения. Нас учили работать в разведке. Мы могли бы стать легендой, но наши данные засекречены. Слава на поле боя не нашему. Вспомните наших героев. Бесшумного, победившего целую нацию одним выстрелом. Беспокойную, которая посредством шантажа не давала врагу напасть на нашу страну. Эти герои не принесут нам утешения. И они не все, что у нас есть. Перед тем, как появилась сеть, был флот. Перед тем, как появилась дипломатия, были солдаты. Своим влиянием мы остановили Рахни. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановили Кроганом. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановим Сарана. Сегодня в этом бою мы будем держать линию фронта. Удачи, капитан. Надеюсь, мы еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я... Властелин. Властелин не просто корабль Пожинателей. Он и есть Пожинатель. Пожинатель? Этот ярлык придумали протеане, чтобы дать имя тем, кто их уничтожил. В конечном счете, все равно, как они называли нас. Мы. Это просто мы. Протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Вы не могли их видеть. Это невозможно. Органическая жизнь не что иное, как случайная генная мутация. Срок вашей жизни измеряется годами и десятилетиями. Увидаете и умираете. Мы же вечны. Мы вершина бытия и эволюции. Перед нами вы ничто. Ваша гибель неизбежна. Мы не подвластны временем. Против вас объединилась вся галактика. Самоуверенность порождается невежеством. Цикл не может быть нарушен. Цикл? Какой цикл? Цикл повторялся на протяжении всей истории Вселенной. Органические цивилизации возникают и развиваются. Затем, на пике их расцвета, мы уничтожаем их. Против они были не первыми. Ни они создали цитадель. Ни они построили ретрансляторы. Они лишь нашли их. Наследие моей расы. Зачем строить ретрансляторы, а потом оставлять, чтобы кто-то другой их нашел? Ваша цивилизация основана на технологии ретрансляторов. Нашей технологии. Используя ее, ваше общество развивается по угодному нам пути. Мы вносим порядок в хаос органической эволюции. Вы существуете потому, что мы разрешаем это. И вы умрете потому, что мы этого потребуем. Мы для них как урожай. Они позволяют нашим цивилизациям развиваться, а потом уничтожают их. Вы даже не живые. На самом-то деле вы простые машины. А машину можно сломать. Ваши слова столь же пусты, как и ваше будущее. Я авангард вашей гибели. Разговор... Капитан, у нас проблема. Валяйте, Джокер. Этот корабль властелин. Он двигается. Не знаю, что вы там сделали, но он только что заложил такой поворот, от которого любое наше судно развалилось бы. Он идет к вам, причем быстро. Давайте там, сворачивайтесь поскорее. Консоль пробита выстрелом. Приказы, капитан. Направляемся к блоку разведения Крогана. Заложим бомбу, и Джокер нас подберет. Бомба на месте. У нас все готов. Капитан, вы меня слышите? Бомба почти готова. Уильямс, выходите к точке встречи. Никак нет, капитан. Геты прижали нас возле зенитной башни. Мы несем тяжелые потери. Капитан Керахи убит. Мы не успеем выйти к точке встречи вовремя. Вывозите их оттуда, Джокер. Быстро. Никак нет. Тут слишком жарко. Нельзя рисковать. Мы будем их сдерживать пока. Все хорошо, капитан. Мне нужно еще пару минут, чтобы снарядить бомбу. Задайте им жару, и встретимся здесь. Наверх, зенитные башни. Быстро. Черт. Геты прислали подкрепление. Лейтенант, осторожно. Ваши стороны идет десантный корабль. Он уже здесь. Куча гетов высаживается в зону заложения бомбы. Держитесь, лейтенант. Я возвращаюсь к вам. Никак нет. Их здесь слишком много. Не думаю, что мы сумеем продержаться. Я активирую бомбу. Какого черта вы творите, Оленка? Я просто хочу, чтобы бомба взорвалась. Любой ценой. Все готово, капитан. Подберите Уильямс и скорее улетайте отсюда. К черту! Мы сами справимся. Возвращайтесь и заберите Оленка. Оленка, свяжитесь с Джокером и скажите, чтобы встречал нас в зоне заложения бомбы. Да, капитан. Я? Выбор верный. И ты это знаешь, лейтенант. Постарайтесь выжить. Я вас тоже подхвачу, Эш. Думаю, мы оба знаем, что вы не успеете, капитан. Снимаю шляпу, Шерн. Гетты были уверены, что настоящая опасность это саларианцы. Масштабная диверсия. Разумеется, все было бесполезно. Я не позволю вам разрушить все, чего я добился. Вам даже не понять, какова ставка. Властелины такие, как он, уничтожили протеан. Что еще тут надо понимать? У тебя ведь были видения, Шепард. Из всей бестолковой расы людей только ты понимаешь, на что способны пожинатели. Их не остановить. К чему это бессмысленное копошение? Не жертвуй всем ради каких-то жалких свобод. Протеане пытались сражаться. И где они теперь? Погибли триллионы. Но что, если бы они сдались захватчикам? Отсуществовали-то протеане до сих пор? Лучше подчиниться, чем погибнуть. Ты веришь, что пожинатели сохранят нам жизни? Теперь понимаешь, почему я не обратился в совет. Нами, органическими существами, правит не логика, а эмоции. Мы будем драться, даже зная, что не сможем победить. Но если сотрудничать с пожинателями, если стать для них полезными, подумай, сколько жизней можно сберечь. Как только я это понял, то присоединился к властелину, хотя и знал об опасности. Я надеялся, что эта база защитит меня. Ты такой же, как любой другой здешний бедняга. Инструмент, который властелин использует, а потом выбросит. Я изучил действия внушения. Чем больше властелин контролирует жертву, тем ниже падают ее способности. И в этом мое спасение. Я нужен властелину, чтобы найти канал. Мой разум принадлежит мне. Пока что. Но превращение из союзников в слугу может происходить постепенно. Я не допущу, чтобы это случилось со мной. Властелин манипулирует тобой, а ты даже не понимаешь. Ты уже в его власти. Нет, я нужен властелину. Если я найду канал, он обещал избавить меня от неизбежного. Это моя единственная надежда. Вместе мы остановим властелина. Нам не обязательно подчиняться поженателям. Мы можем их победить. Я в это больше не верю, Шепард. С видениями не поспоришь. Поженатели слишком сильны. Единственная надежда выжить — присоединиться к ним. Властелин — это машина. Он мыслит как машина. Если я доказываю свою полезность, то становлюсь ценным ресурсом. Другого логичного вывода нет. Ты был спектром. Клялся защищать галактику. И нарушил эту клятву, чтобы спасти свою шкуру. Я не для себя стараюсь. Пойми, властелин победит. Это неизбежно. Мой способ даст хоть кому-то из нас шанс выжить. Я созидаю союз между нами и проженателями. Между организмами и машинами. И при этом я спасу больше жизни, чем удавалось кому-либо. А ты хочешь сломать то, что я строю. Обречь всю нашу цивилизацию до полного уничтожения. Поэтому ты умрешь. Субтитры сделал DimaTorzok Всем держаться! Я не могу поверить, что Эш не выжила. Как мы могли ее просто оставить? Уильям знала, чем рискует. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти остальных. Но почему я? Почему не она? Простите, Кайден. Я никогда не брошу вас. Просто не смогу, вы же знаете. Я знаю. Я знаю. И я благодарен. Но Эш погибла из-за меня. Из-за нас. Это не ваша вина. Это не моя вина. Единственной, кого надо винить, это Сарен. Так точно, мэм. Я... Мы это сделаем. Капитан, простите, что прерываю вас, но у меня появилась мысль. Мне кажется, маяк, который вы нашли на базе Сарена, аналогичен маяку с Иден Прайм. Он может заполнить лакуны в вашем видении, а мне удастся помочь вам сложить все кусочки вместе. Вы снова хотите слить наши разумы? Ладно, приступайте. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечность. Невероятно. Я... Я не думала, что образы могут быть столь... Яркими. Мне нужна минута, чтобы собраться с мыслями. Ведение имело для вас какой-то смысл? Это сигнал бедствия. Его транслировали по всей Протеанской империи. В нем говорится о вторжении пожинателей. Но предупреждение опоздало. А что же канал? Были и другие образы. Указания на места. Эти места мне знакомы по исследованиям. Ил. Канал находится на Иле. Впервые слышу это название. Неудивительно. Ил расположен в регионе, куда можно попасть только через Мюрри-транслятор. Но его координаты утрачены тысячи лет назад. Где он, никто не знает. Хотите сказать, что все безнадежно? Боюсь, что так. Если только вы не найдете новые координаты Мюрри-транслятора, тогда было бы возможно... Ох... Простите, слияние довольно... Утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Здесь мы закончили. Вы свободны? Капитан, тут рядом есть бойсвязи. Могу наладить канал, если вы хотите доложить совету Цитадели. Ну, типа, предупредить их о властелине. Установите канал, Джокер. Они должны это знать. Соединяю. Капитан Шепард. Я рада, что ваша миссия на Вермайере была успешна. Сарен представляет угрозу и без армии Кроганов. Эти Кроганы должны были стать слугами властелина, пожинателя. Да, вы упоминали об этом в своем докладе. Властелин. Разумная машина. Настоящий искусственный интеллект. Это тревожная новость. Если она окажется правдой. Властелин, пожинатель. Сарен признал это. Он играет с вами, Шепард. У Сарена остались контакты на Цитадели. Вероятно, он видел ваши прежние донесения. Те, в которых речь шла о ваших видениях и о пожинателях. Весьма вероятно, что Сарен дезинформирует вас, чтобы лишить равновесия. Наша разведка не сообщает никаких подобных данных. Рано или поздно вам придется принять мои слова на веру, советник. Постарайтесь взглянуть на вопрос с нашей точки зрения. Сарен, угроза которую мы признаем. Однако пожинатели существуют лишь в ваших видениях. От наших решений зависят триллионы жизней. Мы не можем руководствоваться обвинениями кого-то одного. Даже Спектра. Нужны существенные доказательства. Совет не может принять какое-либо официальное решение. Для этого мы и создали группу Спектров. Вы уполномочены поступать, как считаете нужным. Если вы считаете властелин реальной угрозой, предпримите любые шаги, чтобы остановить его. А равно и Сарена. Удачи, капитан. От всех нас. Я Нормандия. Укажи директора место причаливания. Нормандия, ваше прибытие не запланировано. Наша оборонительная система подключена и отслеживает вас. Назовите цель визита. На борту Спектр Совета. Нормандия, посадка разрешена. Имейте в виду, по прибытии мы идентифицируем ваши личности. Если ваши слова не подтвердятся, корабль будет реквизирован. Как тут весело. Надо будет съездить в отпуск. Довольно. Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Вы прибыли вне графика. Предъявите ваши документы. Я Спектр. Меня зовут Шепард. Это чепуха, мэм. Нам нужно подтверждение. К тому же, предупреждаю, на Наверии запрещено ношение оружия. Сержант Стирлинг, примите у них стволы. Вы обязаны подчиниться власти Цитадели. Не будем устраивать драку. Если вы считаете, что так лучше... Капитан Мацуа, отставить. Их личность подтверждена. В Спектре имеют право носить здесь оружие, капитан. Можете проходить, Спектр. Надеюсь, в дальнейшем мы избежим конфронтации. Паразини-сан встретит вас наверху. Ведите себя хорошо. Я Джанна Паразини, помощница администратора Аналииса. Приносим извинения за инцидент в стыковочном шлюзе. Я ценю вашу помощь. Всегда пожалуйста. Вы же понимаете, что наша начальница безопасности лишь делала свою работу. В мои обязанности входит помощь новоприбывшим. У вас есть вопросы? Мощная система безопасности. Для такого маленького порта. Совет директоров делает всё возможное для защиты частной жизни наших клиентов. Я не дам помешать моему расследованию. Не делайте резких движений. Совет директоров может завалить вас исками. И тогда вам потребуется адвокат Азари. Вас в последнее время не посещал кто-нибудь необычный? Необычный? Несколько дней назад здесь побывала матриарх Азари. Леди Бенезия. Помощница Сарны здесь? Могу я с ней поговорить? Несколько дней назад Бенезия отбыла в исследовательский комплекс вершины 15. Насколько я знаю, она всё ещё там. Вы можете сказать мне, как туда попасть? Вам нужно разрешение администратора Аналейса на то, чтобы покинуть порт. Поняла. Мы можем идти? Конечно. Если вам понадобится помощь, я буду в офисе администратора. Капитан, может быть, сказать Леаре, что её мать здесь? Или взять её с собой? Возможно, она сможет договориться с Бенезией? Зачем я могу вам помочь? Я хочу поговорить с Аналейсом. Одну минуту, пожалуйста. Мистер Аналейс. Да, что, что? С вами желает встретиться капитан Шепард, сэр. Простите, что не встаю. Мне некогда развлекать косморождённых бродяг. Я здесь как Спектр, а не как Землянка. Помните об этом. Поверьте, я об этом не забываю. Это очень приятное начало. Я буду сотрудничать с вами настолько, насколько этого потребует Совет Директоров. Бизнесмены прилетают сюда, чтобы избежать волокиты с галактическими законами. Я провожу расследование. Дело касается галактической безопасности. Да, а что её не касается? Я не позволю вам тревожить наших клиентов. Эта планета — частная собственность. Аппольд просит меня пронести контрабандный пакет, мимо охраны. Чтобы что-то сделать, мне нужны не только ваши слова. Принесите мне то, что он переправляет, и я поступлю соответственно. Что вы готовы сделать для меня взамен? Я вознагражу вас. Точная сумма в кредитах зависит от серьёзности преступления Аппольда. Я разберусь и вернусь к вам. Я ценю ваше сообщение. Я ухожу. Вам не приходилось работать в корпоративном бизнесе, так, капитан? Через бюрократию на пролом не пройдёшь. Похоже на то. Мне нужен обходной путь. Поговорите с Лориком Киином. Скорее всего, вы найдёте его в баре отеля. Большего я не могу сказать. Мистер Аналейс рядом. Поговорим позже. День добрый. Присаживайтесь, выпейте. Что я могу для вас сделать? Вы Лорик Киин. Мне сказали, что вы можете мне помочь. Вы тот спектр, который только что прилетел, так? Чем может вам помочь старый Туриан? Мне нужно попасть в гараж. Надо кое-куда съездить. Нужен пропуск. Кто бы мог подумать? Я менеджер местного офиса Синтетик Инсайдс. Пока что, по крайней мере. Мистер Аналейс закрыл мой офис. Якобы расследует обвинения в коррупции в мой адрес. Администратор интересный человек. Сильно разбогател с тех пор, как получил введение арендную плату. Явно это произошло не просто так. Именно. Я собрал компромат на Аналейс. А он нанял Громил и обыскивает мой офис, чтобы отыскать его. Я подозреваю, ваша цель находится за пределами порта. Мистер Аналейс не разрешит вам путешествовать. Если вы заберете материал из моего офиса, я дам вам свой пропуск в гараж и некоторую сумму. Как вы достали такой пропуск? Я менеджер. Руководящие сотрудники пользуются свободой передвижения. У вас есть план? Если повезет, обойдусь без драки. Превосходно. Вот мой пропуск в наш офис. Он активирует дрифт. Материал находится в моем компьютере. Шифровальный ключ на этом ОНД. Вставьте дисковод и все заработает. Стоять! Служба безопасности Ханьшаня. Офис закрыт. Лорик Киин дал мне пропуск. Киин? Вы работаете на него? Он под следствием. Аналейс заплатил вам, чтобы вы перетряхнули тут все вверх дном. Капитан Мацуо знает, что вы здесь? Эй, мне до Киина дела нет. Аналейс давно хочет спустить варенов на этого типа. Давайте сделаем так. Вы делаете вид, что не видели нас. Мы, что не видели вас. Капитан, говорят, что в офисе Синтетик Инсайдс был какой-то шум. Вы ничего об этом не знаете? Вероятно, там орудует головореза Аналейса. Шутите, да? Хорошо. Меня это не пугает. Встретимся в баре отеля перед тем, как вы будете говорить с Киином. Позвольте еще раз представиться. Это Паразини, отдел служебных расследований. Что вам нужно? Совету директоров известно, что Аналейс коррупционер. Я шесть месяцев работаю под прикрытием. Я хочу, чтобы вы убедили Киина дать показания перед советом директоров. Тогда планета снова станет приносить доход. Чтобы выполнить миссию, мне нужен пропуск Киина в гараж. Помогите мне с расследованием, и я дам вам все, что нужно. Услуга за услугу. Если мы сделаем, как она просит, то многим поможем. Смотрите, Шепард. Мне это тоже не нравится. Вы, Спектр, ведете с законом двойную игру. Это плохо для бизнеса. Хорошо. Я поговорю с Киином и попробую его убедить. Спасибо. Вы знаете, где меня искать. Как только поймете, что он готов говорить, приходите. Рад вас видеть, Спектр. Есть новости о нашем деле? Я все сделала. Но со мной связал исследователь по служебным расследованиям. Она просит вас дать показания против Аналейса. Теперь, когда вы завладели моими уликами, вы хотите диктовать мне, как ими пользоваться? Я не заинтересован в публичных сценах. Вся станция стонет от Аналейса. Вы могли бы стать героем. Моим нанимателям для эффективной работы здесь необходимо расположение Совета Директоров. Совет Директоров расследует дело Аналейса. Они будут злы на него больше, чем на вас. Хорошо. Очевидно, вас не переубедят. Спектр, вы подумали над моим предложением? Пришлось приложить усилия, но Киин согласился говорить. Ах, у меня как камень с души свалился. Я возьму материал и перешлю по безопасным каналам. Хм, не думала, что вы поможете. Вы же Спектр, в конце концов. Некоторые, оказывается, ничего. Но вам от этого не стало легче. У вас не слишком радостный вид. Я в восторге. Но сейчас мне просто кажется, что кончился тяжелый рабочий день. Пока вы занимались Киином, я достала вам пропуск в гараж. Будьте там осторожны. Мне надо кое-кого арестовать. Жаль, некогда переодеться во что-нибудь поудобней. Ненавижу юбки. Это возмутительно. Вы больше не найдете работу в этом секторе. Да-да, не сомневаюсь. Эй, Шепард, я требую, чтобы вы арестовали эту стерму. Вы имеете право сохранять молчание. Лучше воспользуйтесь им. Еще увидимся где-нибудь, капитан. С меня пили. Доступ в гараж ограничен. У меня есть разрешение. Извините. Да, пропуск подлинный. Будьте осторожны на дорогах. В Алиутской долине плохая погода. Что это было? Животные, ветер. Тут все в плохом состоянии. Ты виртуальный интеллект управляющей станции? Система откликается на имя Мира. Позвольте узнать ваше имя. Капитан Шепард. Я служу в спецкорпусе тактической разведки Цитадели. Одну минуту, пожалуйста. Полномочия совета подтверждаются. Вам разрешен особый доступ ко всем системам. Просьба учесть, что для запросов о корпоративных секретах необходим привилегированный доступ. Он возможен только для представителей Binary Helix. Система готова к обработке запросов. Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. Мне нужно найти матриарха Бенезию. Леди Бенезия отбыла на Монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Внимание у пользователей. В настоящее время система Монорельса не действует. Мне нужен обзор ситуации. Какие системы отключены? Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Критический сбой. Главный реактор отключен в связи с экстренными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Критический сбой. Наземные линии связи отключены. Движение Монорельса прекращено. Конец сообщения. Вы хотите ввести дополнительный запрос? Это все, что мне нужно. Простите? Кто ж знает, что там на Монорельсе? Хорошо, хоть стрелять не начали. В общем и целом, мы хоть и на стимуляторах. Ребята правила знают. Две ноги хорошо, четыре плохо. Фактически вы человек, и этого достаточно, чтобы я не стал стрелять. Но все-таки кто вы? Меня зовут Шепард. Я Спектр. Ух, такому тяжело вооруженному коню в зубы смотреть не стану. В общем и целом, на той неделе пришельцы захватили риск лаборатории. Оттуда выбрался один Ханалар, да и тот не в себе. Мы глазом не моргнули, а эти твари уже ломились на мой пост. Фактически тогда нас было куда больше. Вас застали врасплох. Вам пришлось защищать гражданских. Вы молодец, капитан. Да, фактически я в этом не уверен. Совет директоров прислал одно Азари, чтобы решить проблему. Вчера она зашла в риск лаборатории. С тех пор ничего не известно. Я не дам вашим людям погибнуть. Все, что я могу, это держаться и защищать гражданских. Возле монорельса есть аварийный лифт. Этой карточкой вы его включите. Он доставит вас в риск лаборатории. Да, если нужна медпомощь, доктор Коэн внизу в лазарете. Мне нужно вернуться к заданию. Да, я слышал... Черт, все погибли! Спасибо за помощь. Каждые пару часов из тоннеля выбирается несколько тварей. С тех пор, как заблокировали лифт, стало проще. Я постараюсь вам помочь. Не знаю, зачем они бросаются под огонь. Фактически даже звери понимают, что не надо совать нос туда, где больно. Вы пришли разобраться тут совсем. Как вы? Держитесь? Вы меня послушайте. Если мы тварей назад не загоним, нас тут разбомбят с боевых станций. Вы понимаете? Вы выпустили этих монстров. Эх, да я просто делал, что приказывали. В байнере Хеликс нашла яйцо. Оно тысячи лет дрейфовало на брошенном корабле. А корабль принадлежал Рахни. Внутри в анабиозе лежала целая куча яиц. И из яйца возрастом в тысячу лет что-то вылупилось? Да, столько лет заморозки не шутка. Прямо диву даешься, как оно столько прожило. Байнере Хеликс хочет клонировать Рахний. Наладить массовое производство, создать армию. Но когда его привезли, оказалось, что в яйце не просто Рахни. Это царица. Она отложила еще яйца. Ее перебросили на расселину. Думали, что без нее детишки вырастут послушными. Рахни. Очевидно, они ошиблись. Эх, вот этого-то и не надо было делать. Я так думаю. Без царицы Рахни неправильно развиваются. Их мозг формируется и ее разумом. Эти же вышли неуправляемые. Тогда нам нужно просто привезти ее сюда. Нет, хоть и жаль, а это не сработает. Этих Рахни уже не спасешь. Слушай, жалко их, но придется умертвить из гуманности. Я так думаю. Надо включить нейтронную очистку. Как нам запустить очистку? Управление тут рядом. Надо просто ключ ввести, а я тогда дам... Идет подключение. Имеется полный доступ ко всему комплексу. Я к вашим услугам. Активирую нейтронную очистку. Простите, но для этого необходимо ввести ход подтверждения. Ввожу код 875-020-079. Локальное исполнение процедуры Омега. Код подтвержден. Исполнение процедуры Омега начнется через 120 секунд. В общем и целом я сожалею, Шепард. Но у нас приказ от Бенезии. Вам неведомо, что значит быть матерью. Есть сила творения. Формирование жизни. Обращение ее к радости или к отчаянию. Вам неведомо, что значит быть матерью. Есть сила творения. Формирование жизни. Обращение ее к радости или к отчаянию. Сочувствие меня не тронет. Не важно, кого вы взяли с собой. Лиара здесь потому, что сама этого хотела. А не потому, что я ее заставила. В самом деле? Что ты сказала ей обо мне, Лиара? Что я могла сказать, мама? Что ты безумна? Зла? Объяснить, как убить тебя? Что я могла сказать? Вы прежде сражались с десантницами Азари? Мало кому из людей приходилось. Не поверю, что вы готовы убить свою дочь. Теперь я понимаю, что с ней нужно было быть строже. Продолжение следует... Это еще не конец. Сарана не остановить. Мой разум заполнен его светом. Путь впереди ясен. Начинайте говорить, Бенезия. Каков будет следующий шаг Сарана? Я не предам его. Вы... Вы... Послушайте меня. Шепот Сарана в моем сознании. Я могу перебороть его. Ненадолго. Его голос очень силен. То есть вы можете снова атаковать нас? Да, но не по своей воле, Шепард. Рядом с Сараном перестаешь быть собой. Начинаешь боготворить его. Поклоняться ему. Идешь для него на все. Дело в его флагмане. Властелине. Этот редноут невероятных размеров и с необычными способностями. Властелин необычный корабль. Откуда он взялся? Не знаю. Это не Гетто его построили. Технология гораздо выше, чем та, что доступна любой из известных рас. Чем дольше ты пробудешь на борту, тем больше кажется, что Саран прав. Ты сидишь с улыбкой у его ног, и его слова льются в твою душу. Вначале влияние слабое. Я думала, мне хватит сил бороться с ним. Но вместо этого я стала его добровольным орудием. Сюда он прислал меня, чтобы найти Мюри-транслятор. Он считает, что тот приведет его на Ил, к каналу. Его нашел кто-то на Наверие. Две тысячи лет назад в этом регионе галактики жили Рахни. Ретранслятор обнаружили они. Память Рахни переходит из поколения в поколение. Их царицы наследуют знания своих матерей. Я взяла координаты ретранслятора из разума царицы. Я была безжалостна к ней. Вы еще можете все исправить. Дайте эту информацию мне. Я не была собой, но... Я должна была быть сильней. Я записала данные на ОНД. Возьмите его. Пожалуйста. Времени мало. Перед вашим приходом я передала координаты Сарену. Остановите меня. Я не могу. Его зубы у моего уха. Пальцы на моем позвоночнике. Вы должны... Вы должны... Мама, я... Не уходи. Борись с ним. Я всегда гордилась тобой, Иара. Умри. Я не могу так дальше. Вы должны остановить его, Шепард. Держитесь. У нас есть панацелин. Мы сможем... Нет. Он все еще в моем разуме. Я не вполне я. И никогда с собой уже не буду. Мама! Доброй ночи, крылышко. Мы увидимся вновь на рассвете. Где же свет? Говорят, что перед смертью... Говорят, что перед смертью... Говорят, что перед смертью... Говорят, что перед смертью... Она будет нашим голосом Мы не можем петь в ваших низких мирах Ваша музыка бесцветна Ваш способ общения странный Плоский Он не красит воздух разными цветами Когда говорим мы, один движет всех Мы мать Мы поем тем, кто остался позади Детям, которых вы считали замолчавшими Мы рахни Я здесь не за тем, чтобы беседовать с жуками Вы не поете в унисон с теми, кто хотел управлять нами Как вы станете петь? Вы отпустите нас? Должны ли мы вновь утихнуть? Спутники слышат истину Вы властны освободить нас или вернуть наш народ в тишину памяти Смиритесь со своей судьбой На этот раз вы умрете Мы не примем великую тишину Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают